Игра Medieval Kingdom Wars позволяет по-новому взглянуть на жанр глобальной стратегии, благодаря режиму реального времени и некоторым смелым решениям, которых не найти в других играх. Игра меняет представление о глобальной средневековой стратегии, сочетая в себе историческую точность, огромный живой и меняющийся мир, а также исторические задания, и всё это в режиме реального времени. Стройте города, ведите войны, служите королю и участвуйте в осадах, которым нет равных по жестокости. Вот такой синопсис нам предлагают разработчики из Revry World Studios. Звучит он неплохо, вот только сразу вызывает подозрения. Ведь задаёшься вопросом, а какие такие смелые решения вы использовали, которых нет в других играх? Придумать что-то новое для жанра глобальных стратегий можно, но если рассматривать уже имеющиеся примеры, понимаешь, что это не нужно. Потому что грамотно совмещать механики надо уметь, и даже у больших студий, занимающихся этим на протяжении долгих лет, порой случаются проколы. Medieval Kingdom Wars это третья игра разработчиков, которая копирует предыдущие проекты, за исключением только сеттинга. И если вы знакомы с их так называемыми инновационными разработками, то можете смело произносить вслух «очередное говно». Потому как спорить с этим смысла нет. Для тех же, кто не знает, что это из себя представляет, я расскажу на примере последней вышедшей игры. Вся имеющаяся глобальная историческая часть представляет из себя не более чем набор городов разных размеров и перемещающиеся между ними армии. Собственно всё. Можете управлять армиями, захватывать поселения, собирать налоги и создавать больше армий. Какая конечная цель? Ну типа захватить всё. Ничего интересного, как и сама глобальная карта. Она пустая. Да, есть те же города, армии, но кроме них ничего. Нет квестов, ивентов или каких-нибудь разумных ограничителей, из-за которых время препровождения будет становиться интереснее. Выбрав одну из четырёх сторон конфликта, вы оказываетесь в мире, а дальше делаете что хотите. Вот только набор функций ограничен лишь военными действиями. Если сравнивать с другими играми, типа Европа Универсалис, Крусейдер Кингс или на худой конец серии Total War, конечная цель будет одна и та же. Расширять границы своего государства. Вот только в перечисленных играх на вашем пути будут встречаться препятствия. В Европе Универсалис от агрессивного расширения на вас соберут коалицию соседней страны. В Крусейдер Кингс может неудачно умереть хороший наследник с претензиями на необходимую территорию. В Total War соперник дождётся, пока ваша армия ослабнет после войны с соседом и нападёт. А вот в Medieval Kingdom Wars ничего этого не будет. Просто выберите армию, захватите соседнюю деревню, накопите денег, атакуете какой-нибудь город и всё по новой. Вообще за всё время, что я в неё играл, искусственный интеллект крайне редко обращал на меня внимание. Доходило до того, что я отхватывал половину какой-нибудь страны, а в ответ нападали на мою мелкую деревню, проигрывали и снова прятались не отсвечивая. Именно поэтому я считаю, что глобальная карта в нынешнем виде игре не нужна. Она ужасно скучна. И кроме войны там заняться нечем. Чтобы она оправдала своё существование, необходимо взаимодействие. Торговые отношения, споры на границах, союзы, в общем всё то, что делают глобальную стратегию по-настоящему глобальной. На данный же момент это совершенно бесполезный элемент. Другая часть геймплея — это битвы. Несбалансированные, непроработанные, медленные и до невозможности унылые. Представляют у себя типичную стратегию в реальном времени со строительством зданий. В общем сказать о них больше нечего. Нанимайте рабочих, добывайте ресурсы, строите здания, вооружайте войска и вперёд на захват центральной точки противника. Происходящее не вызывает интереса от слова совсем. Каждая битва повторяет предыдущую и каких-то индивидуальных тактик здесь не нужно. Просто пробуйте войска на прочность, понимаете, что самые лучшие бойцы — это конница и нанимаете их до упора. Если нужно будет сломать ворота, покупайте тараны. И вперёд на прорыв, преодолевая тупость поведения воинов, тормоза картинки от большого количества войск и прочие недостатки типа быстро надоедающих игровых карт. Честно говоря, несмотря на желание разработчиков из Reverie World Studios идти до конца и в очередной раз делать забагованную и кривую стратежку с якобы инновационными геймплейными механиками, я до сих пор не могу понять, зачем в это играть. Medieval Kingdom Wars — это бесполезная трата денег и времени. В нынешнем виде так точно. И, возможно, в будущем, когда она, наконец, выйдет, мы увидим какие-нибудь свежие идеи и хорошую реализацию уже запланированного. Но в данный момент я склонен считать, что пофигизм разрабов непреодолим. Ведь даже для раннего доступа своей новой игры они просто начисто скопировали большую часть механик из старой. Вывод, я думаю, вы сделаете сами. На этом у меня всё. Увидимся на stopgame.ru. Всех благ, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok